он вылазил из того куста а здесь вот надпись которую я читал вот она да понял ну да все а нам прямо везет вон на полицию это просто наше все можно так сказать как и хорошо видно там какого-то мужика оформляет за что не знаю мужик похож на неопрятно одетого всем привет и сегодня самый раз такой ветер проверить микрофон второй раз сейчас для начала проверим звук выключать проверяет звук шоу мы хотели сначала обойти вот здесь но там все перекопано поэтому сейчас идем в обход планируем мы уйти за мост реке мы на карте нашли там какой-то карьер прямо у реки щан и я думаю мы сейчас вот так обойдем стадион там он должна быть дорога и мы в общем пойдем к мосту микрофон у меня вот будем проверять чудо как работает другом ты не скажешь маша тачка тебя не переехал а то приходится уходить вот заодно все шумы сейчас и проверим и пища прямо же в него дует я и со старым микрофоном вроде не было до ветра пытались пройти вон там составят два шлагбаума похоже нас туда никто не пустит мы хотели обойти стадион но как там обойти с той стороны я не знаю мы разведывать решили пойти через парк если это можно назвать парк мы там опять упираемся какие-то ворота то ли это частная территория то ли чё я не знаю все оказалось проще вот эта дорога мы видели вот эти ворота а оттуда было такое ощущение что мы попали на какую-то частную собственность действительно не видишь когда всей картины происходящего то есть как есть и думаешь то что думаешь ладно пойдем за тебя машин осторожнее но он туда все скорее поедет мы сейчас с тобой пойдем посмотрим что вон в тех задворках творец то дорога оказалась опять идет к стадиону и нам как бы туда невыгодно идти а здесь вообще спуск никуда может быть даже нам придется возвращаться назад не факт ладно вот это здесь задворки так задворки будь бутер 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 да негр белый хуй черный эстетик вот такие надписи на задворках владимира опа . весело получилось оказывается здесь еще и машина есть он мы изначально в том видео должны были попасть вон в той церкви я ее потерял но вышли мы совершенно другое потому что на развилке от между грамтеатром и козловым валом мы повернули налево нам надо было посередине на этих дорогах возможно сейчас мы выйдем на ту же дорогу которая идет под мост но много с другой страны пащил здесь такая это здесь только гоп-стопом заниматься в этом вороте в какого района а пацанчик из какого района тоже какие-то дороги походу я думаю в частном секторе ну вон тот мужик вряд ли на ха ха вот видишь я про чё говорю блин что эти 42 эти 42 но они больше поэтому я из нее вылетят а угадай о чем я опять подумал но вслух мы не будем произносить что за хрень а ты понял меня да насчет красный лент судя по всему он там тупик если мы дальше пойдем а мы как раз там где должны быть но это не точно да вот сюда на хотя да 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 пойдем нам сюда вот живой пример заблудиться во владосе оказывается очень когда ходишь только по главной улице он католическую церковь видно отсюда только верхний шпиль с крестом до познавательная прогулка как раз вот видел где машина проехал нам надо туда ну как бы я вот время иду чё там ха 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 колонка это та улица где колонки как бы это я иду всегда разговариваю с тобой а надо рассказывать зрителям да а то у нас получается вечно выложенный серёгой монолог для вас хотя монолог это один человек диалог ну вот сейчас туда и дорога к ней идет теперь мы все правильно идем он тут андеграунд какой-то разрушенный дом старинный как говорится тачка с этими с окнами в земле но как модно говорить у альтернативщиков просто раньше так строить да выключая вот этот дом ты снял да с ними его еще там уж он старенько это значит эта улица интересно можно ее снимать частично до туда я тут первый раз в жизни дом вообще отделал как будто мы в этот прибалтику вот этот дом прикольно сделаем его снял вот этот спуск была улица новоганчарная если кто здесь ни разу не было сходить посмотрите ради интереса потому что это реально старый владимир даже видно вон кладка какая старая это домок так уже давно не строят а вон этот дом про который я говорил ты не могли же сломать церковь и вместо него поставить вон то здание опять я с тобой разговариваю но тебя же не будет через этот микрофон пойдем здесь вот они прогулки по задворкам часть 2 вот мы должны были туда отсюда идти вот сюда и мы попали туда я говорю а вот который мы были прошлый раз точнее которые мы были прошлый раз я снова не спавши поэтому я заговариваюсь мы уехали снова на второй электричке так как нам надо было срочно ввать ты еще снимаешь отлично это у нас улица вознесенская по моему пришло оповещение билеты на концерт дельфина на 23 июля на корабле все бы ничего но по 4000 билеты все раз куплено да а по по 6000 я как-то не горю желанием купать тот раз поездка вся на концерт на дельфин на корабле в 2020 году у нас обошлась 12 тысяч рублей там может плюс там каким-то еще я не знаю там 500 рублей или 300 сверху а в этот раз надо 12 только за вход так что мы не попадаем сейчас у всех финансовый кризис с работами напряг а донатов нам никто никогда не донатил еще кстати попадались такие люди интересные да они мне вот после того концерта но там же были и хамские комментарии в основном люди благодарили так что сняли этот концерт дельфина а другой контингент был вот песни говно вот аранжировка не того то хреново вот это ребят блин мы свои деньги потратить мы не сделали как другие выкладывают рекламу концерта на ютубе а потом за деньги там рублей за 300 выкладывают на другой сайт и чтобы посмотреть концерт за деньги хотя бы просто бы могли те вот кому все так не понравилось сказать хотя бы спасибо что на халяву ладно сейчас возвращаемся вот к ней мы должны были прийти тот раз а пришли другой а здесь золотыми куполами я думаю на территорию мы не пойдем там все таки сами видите идут восстановительные работы но очень интересно не но я хочу название главное чтоб ничего не упало божественного он оттуда сверху прямо на меня тоже архитектурные детали 17 века памятник архитектуры вознесенская церковь 1724 год приходский храм жителей гончарный а гончарный лобады вот так уж простите я на порта на половину таком старославянском не очень быстро читаю кому там вот на кто знает про мое зрение уж не обессудьте пойдем о кашарик вот здесь пробежал серенький но его уже не видно бежит 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 хочешь котевич погладить отече а чем не царе саре коте я сам пришел сам пришел и вот так это два пера тратят если мы пойдем сейчас вот так то как раз полу получится мы придем к реке я пока посмотрел в дорогу но нам еще придется вернуться обратно потому что пока в эту сторону мы не планировали нам нужна та сторона реки но мы с тобой недалеко от того места куда мы собрались так что вот так ну я надеюсь наши зрители сориентируются ну как вы уже видите вон та церковь николы мокрого и серёга говорит что опять едут по три машины почему то вот здесь все время едут по три машины почему я не знаю еще серёга говорит что там он очень много кошек перебегает дорогу и это очень интересно за неимением здесь ничего больше на этой улице слушай реально смотри это не кошаки это собаки ну Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот мы почти перешли через мост Еще осталось немного И мы у нашей заветной цели Нам снова идти по этой лестнице вниз Сейчас мы будем искать тропинку Вон в той дороге, она где-то там В тот раз мы ходили вот в эту сторону Сейчас мы пойдем вон туда Надеюсь, у нас все пройдет нормально Вот та первая дорога, что находится вон там Она и есть та нужная Где я говорил, что возможно там полиция стоит и ищет тех, кто делает, к примеру, закладки Но это всего лишь мое предположение, я ничего не утверждаю Вот туда мы ходили тот раз А сейчас мы идем в эту сторону Так как наша дорога где-то вон там Надеюсь, вам будет хорошо слышно и видно Голову я наклоняю сюда, потому что микрофон, как все помнят здесь Хотя я думаю, что этот микрофон и так хорошо меня слышит Но там супер крутой шумодав Если кто смотрел первое видео, когда мы его тестировали Машины вообще не слышно, что около меня ехали Там только в конце поезд погудел И вот тогда стало слышно И то глухо-глухо Да как у поезда мощный Ладно Идем-идем Идем Смотри, дерево какое Действительно На карте Все намного дальше, кажется Вот мы уже нашли эту дорогу Вот В тот раз мы были вон там И машина крутилась-то там Машина была чем-то похожа на Витину Такой черный фургон Главное, чтобы куда мы идем Там не было ни заборов, ничего Это самое главное Если там будут заборы То считай, пиши пропало Пользуясь случаем Мы Передаем огромный привет всем нашим подписчикам Кто нас постоянно смотрит Кто Постоянно комментирует Вам вообще отдельное Спасибо Потому что Обычно Мои знакомые Смотрят Узнаю я это от них на улице И ничего никогда мне не пишут Да Тут конечно Дорога Вся в лужах Я думаю Вчера здесь был Дождь Мы же не знаем Что было ночью Три часа ночи Я точно Знаю Я просыпался И В камешково Был дождь Да нет такого ощущения Что оттуда едет машина Слышишь звук? Может там Рабочий карьер Ну да Это как бы интересно Нет Просто минус рабочего карьера Будет тогда в том Что Ну да Вот я и хотел сказать Минус рабочего карьера Будет в том Что там может быть Охранная будка Пойдем смотреть Что там Появились какие-то первые Такие непонятные Сооружения Или что Или может там трубы Какие-то лежат Может это Да Это похоже на старые трубы Так Сейчас Мы дойдем И по Обстоятельствам Посмотрим Что там А это знаешь Что еще может быть? Может это ребята На крыльях летают На этих Я не знаю Как их правильно назвать Вон Кто-то тоже шел Здесь недавно Следы Есть следы Неожиданно Конечно Неожиданно А вон И та баржа На реке Которую мы видели На карте Тут на карте Один карьер И другой Один заросший Другой с песком И от песчаного Какая-то баржа В реке И похоже Вон она Но если это баржа Вон уже Клязьма Да Похоже Это Рабочая зона И здесь Наверное Походить У нас Не получится Очень жаль Ну да Видишь Здесь рабочая Да Всего скорее Всего скорее нам туда Не удастся пройти Пойдем Пока мы Сходим на берег И со стороны берега Вам покажем Что хотя бы там Раз уж Мы дошли Надо разведать все Может быть Где-то здесь Можно пролезть На крайняк Мы посмотрим Это С другой С той стороны Лишь бы Вот здесь На грязи Никуда не уехать Вывод какой Сюда надо приходить Суббота Воскресенье Когда у всех Выходные Так Ну да Вон та баржа Я не знаю Что она перерабатывает Как Но К ней идет Вот такой Пантонный мост Какой Мы думали Что мы сможем Попасть к нему Но Сами видите У нас Это не получилось Вон Какая-то Лодка стоит Такое ощущение Как будто Она сейчас Утонет Ну да И вон И вон Как вы видите Стольный Град Владимир А? Вот Поэтому Мне Владимир Нравится Больше Чем Город От Камешкова В другую Сторону Не будем Никого Обижать Потому что Это мое Как бы Я уже говорил Личное мнение Надеюсь Эта штука Не терлась Об меня А то Будет шиться Ну что Туда мы уже Не попадем Это понятно Если только С той стороны Мы пойдем Ну Ты знаешь Обхода Может быть И не было Но Это Россия Тропинок Может быть Много Мы сейчас Пока Отключимся И по карте Снова Посмотрим Нельзя ли Как там Подойти Субтитры Я сейчас спрашиваю вас, а здесь пройти-то нельзя? Можно? Да. А, спасибо. Рыбал? Да не, мы так гуляем. Посмотреть хотели, вон, хотел сыну показать, что там за что-то вред. Можно, да, пройти? А, спасибо. Да. Я же говорю. Вон, пёс. 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 Не надо. Пёс. Опа. Осторожно. вот смотрите плюс этого шпионского микрофона надеюсь что я его держал в руке было хорошо слышно что мы разговаривать потому что он у меня посмотрел на руку да и он это не понял что я переложу из руки в руку вот что значит технологии так идем сейчас мы уже подходим к песчаному карьеру судя по визуальному туда не наступая с ними подошву плюс высокой подошвы даже в носках с подошвой вы не проваливаетесь грязь так вот я тебе про эту дорогу говорю что мы вот здесь бы пришли и отсюда как всегда очень хорошо видно успенский собор его можешь сынок снять без ширика и город вот так вот с ними весь потихонечку уж больно хорошо отсюда видно другую часть владимира вот где-то в том районе у нас живет товарищ но я надеюсь я правильно показал андрей андрей если ты смотришь тебе привет кому еще привет передать ну надеюсь этим мы увидим сегодня в живую да что я осторожно здесь сидя и снова я не испачкался а портовые ботинки вам идем дальше в общем ориентируйся где темнее он значит а я как раз наступать пытаюсь на светлую и попадаю в эту грязно мы думали это дорожка этой баржи или как ее назвать постройки посреди реки а это оказывается трубы серёг здесь мы не пройдем давай вот здесь очень аккуратно туда не упадьте здесь вот яма я еще иду и командую нашим оператором да здесь очень интересно что это вообще за такой водозабор для чего он куда это идет здесь круто я думаю вот отсюда думаю отсюда будет хороший вид у нас сейчас стоит на ширике точно потому что я ставил на обычно но мне слегка сказал что он поменял в любом его в этот микрофон не слышно может быть слышно будет как будет эта штука но просто сейчас снимем вот так и на этом мы пойдем отсюда еще одна миссия выполнена как сейчас модно говорить квест пройден как еще это называют трип ну трип куда-то идут трип да ну неважно у кого-то алко трип у кого-то там какой-то трип а у нас вот трип до клязьма я больше не придумал чешу тут такой повышал микрофон купил новый микрофон теперь можно говорить обо всем да вот смотри здесь какая-то заводь такое ощущение что вода вот оттуда она он поступает туда да он туда там что-то намывают да это водокачка она вон туда воду качает и вот как будто по этому каналу через типа фильтр она возвращается но про фильтр я придумал на ходу я не знаю да не факт что он существует да на песчаную эту и посмотреть не я не полезу потому что мы сейчас эти тапки оставим в песке ты-то в детстве не лазил по песчаным карьером а я лазил я знаю что это такое поэтому я думаю мы обойдемся тем что вот отсюда еще раз ими поближе без ширика вот мы посмотрели как я уже говорил раньше мы все это находим сначала на google планета земля чисто вот так смотрим что где есть а потом пальцем я говорю сынок смотри и он допустим говорит ну давай посмотрим правда потом он забывает наш оператор потом это забывает и говорит да ну я не хочу никуда ну а сейчас ты доволен что ты здесь вот скажи нашим зрителям да без понятия я все понятно а прикинь если ничего звук не записался а мы тут такие старались давай послушаем вырубай пока все мы тут хотели пошутить про секонд-хенд но нам подошел бомж просил денег поэтому шутки про секонд-хенд не будет а будет немножко другая тема да вот помните я говорил что мы хотели раньше угорать насчет закупанных городов россии он типа те здания которых это окна в земле вот это здание построено перед революции то есть у меня были видео в таком стиле а потом я их просто закрыл потому что все дома по которым мы прошлись есть фотографии в интернете что их не было вместо вот этого красного здания стояла церковь но ее сломали почему сломали не знаю есть фотка видно успенский собор скажи успенский собор и вот на этом месте нету красного здания и стоит какая-то церковь искать фото в интернете не буду потому что ну как бы неохота делать а вторая шутка возвращаясь к этим бомжам да то есть вот он просит мелочи да все деньги на карте вот извини вот вот реально помочь не можем и вот серёга смеется скоро вам же вот такой кибербанк с терминалом ходить и подать кто сколько может вот реально мы когда нибудь доживем до этого с этим обезналичиванием денег а че вот он орал зря он орал его все равно не слышит в этот микрофон такой а ну тем более я просто не видел если ты смотришь это видео через этот микрофон тебя не было слышно и вот 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 девочку нам сказали победительница последнего этого конкурса голос среди детей кстати вокал у нее офигенно я уж как говорится говорю такими словами но это факт если бы вы сейчас слышали в живую вы бы поняли о чем я говорю такие дела портанул она увязаться вовремя да со знаменитость цели какой-то день чудес но старого товарища по депиш моду увидели то еще то вот это это они поехали да они на черный да ну не столь важно мы сам главного посмотрели было очень интересно причем у девчонки голос такой я не музыкант мне сложно сказать какой она тональности поет на это было круг нам везет да ну чего что побольше он вылазил из того куста а здесь вот надпись которую я читал вот она да понял ну да все давай ну садись переодевай чудо куда-то собрался хочу кого-то ждать ну хоть он пойдем туда там по плитки побольше да там не не продавлена пока мы без микрофона пишем микрофон мы будем использовать вон там как тебе сначала все но все мы тут не будем долго танцы устраивать все нравится вон серёга твои антенны стоят ну ладно дай пугара да не издеваясь я но чё то чё сразу издеваясь просто не знал что здесь прожектора с громоотводами по незнанке можно было подумать что это антенна ну вот кто знает что такое сф вот это руна и 03 или позы ну что футбольный клуб торпеда владимир это понятно да потому что стадион торпеда